Перед системой российского высшего образования, включающей в себя университеты с многолетней историей и международной известностью, стоит непростая задача. Соответствовать современным темпам мирового развития, не теряя при этом славных академических традиций. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов, известный как проект 5 ТОП 100, рассчитан на 7 лет и стартовал еще в мае 2013 года. Его цель заключается в повышении конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров и призван укрепить конкурентные позиции вузов на глобальном рынке образовательных услуг. Однако данный проект не сразу вызвал ожидаемый фурор среди научно-образовательных организаций. Более того, многие отнеслись к нему скептически. Наиболее уверенные в себе вузы заняли позиции в авторитетном рейтинге. Важно отметить, что Казанский федеральный вошел в их число. Отличительной чертой КФУ от конкурентов является огромное количество студентов. Сегодня здесь получают высшее образование более 45 тысяч студентов и реализуется более 60 укрупненных групп направлений подготовки. Несмотря на огромное количество обучающихся, КФУ смог серьезно закрепить свои позиции за счет результатов научных проектов, итоги которых попали в мировые научные журналы. Разумеется, все это повлияло и на продвижение в международных рейтингах, что является одним из основных показателей эффективности проекта. Речь идет о продвижении как в основных международных рейтингах КОЭС и Time Higher Education, так и в предметных. Напомним, что в текущем году КФУ впервые удалось ворваться в мировые топы по направлениям бизнеса и экономика, заняв место 176.200. Социальные науки заняли место 201.250, а направления искусства и гуманитарной науки также расположились на позиции 201.250 по версии Time Higher Education. В начале сентября КФУ вошел в рейтинг 1000 лучших университетов из 77 стран мира за 2017 и 2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education, уверенно сохранив позицию в группе 401.500. Все это еще далеко не все достижения Казанского федерального за год. Это говорит о реальном росте возможностей научных проектов, компетенции исследователей и, наконец, узнаваемости университета на международной арене. Итоги годовой работы будут подведены 27 октября в Екатеринбурге, где состоится очередное заседание Совета проекта 5 ТОП-100. Именно здесь Совет проекта заслушает дорожные карты как показатели результативности по реализации конкурентоспособности. Каждый вуз, закрепив свои позиции в 5 ТОП-100, заслушает предложение по объемам финансирования. Также будет решена судьба российских вузов относительно продолжения участия в данном проекте. Однако решение такого вопроса дело не одного дня. Так что после публичной защиты и заслушивания дорожных карт спустя некоторое время будут сформироваться рекомендации для Министерства образования и науки России о продолжении поддержки университетам нашей страны. Планируется, что спустя 7 лет работы проекта по его итогам в России к 2020 году сформируется группа университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные изменения. Аделя Шемилова, Универ Ньюз.